Почему иногда беспричинно накатывает злоба? У всего есть своя причина, и злоба тоже не беспричинная. Просто если мы ее называем беспричинной, значит нам трудно эту причину понять. А причины бывают разные, и духовные, и физиологические. Вот, например, человек много работал, силы его закончились, он устал и начинает раздражаться, огрызаться и злиться на людей. Что в таком случае надо сделать? Отдохнуть. Есть такое шутливое выражение, что 90% проблем мужчин решаются двумя способами. Поесть и поспать. Да, просто дайте себе восстановить силы немножко. Если вы понимаете, что вы в целом часто раздражительны, то надо понять, может быть у вас такое устройство нервной системы, что вы спыльчивый и гневный, и легко вот так вот воспламеняетесь. Тогда, если вы не можете себя быстро поймать на раздражение и сдержать его, хотя бы постарайтесь минимизировать его последствия. Хочется вам выругаться на кого-то, промолчите. Если вы уже сделали что-то нехорошее, постарайтесь побыстрее загладить свою вину, попросить прощения и исправить свои ошибки. Ну и все равно надо тренироваться как-то работать над собой, ведь гнев это же тоже один из грехов, одна из страстей, которая разъедает нашу душу. Просто кому-то тяжелее с ним бороться, он, например, очень вспыльчивый, а кто-то наоборот такой человек флегматичный, его пинай, обзывай, груби ему, а он вообще никак не реагирует. У всех разные склонности к этому, но Господь судит не потому, как у нас получилось справиться с тем или иным недугом, а потому, как мы старались. Вот, поэтому, если на вас накатывает злоба, попробуйте провести анализ, что можно сделать со своим телом, что можно делать со своими нервами, как быстро я могу понять, что я уже злюсь и что я могу предпринять, чтобы этого не делать. Есть как обычные житейские способы с этим бороться, так и духовные. Духовными не пренебрегайте. Вы церковляетесь, исповедуетесь, причащаетесь, ходите в храм, и тот свет Божий, та Божья благодать, божественная сила, которая войдет в вашу душу, сделает ваше сердце мягче и добрее. И это, наверное, один из самых эффективных способов бороться со злобой внутри. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...